Ну, Саня, отжигай. Отжигай, вещай. Вы молчали, наверно. Не, мы не молчали, мы просто... А что она тебе говорила? Она же рассказывает постоянно. Она говорила, что там... Слушай, честно, знаешь, как вы любите, стоит все говорить, сейчас попытаюсь все вспомнить, не хочу просто быть перед вами таким типом? Нет, просто сиди кушать. Настолько я зрозумел, я впевнен, что это увидение было настолько вдало, как бы ему хотелось. Ну, он как-то немного разочарованный. Смотрюся, пляшка. Я только повернул голову, с этой стороны уже Свят перепрыгнул, чуть не перевалился, и хлобысь и в море. Ёпта. Свят самостоятельный, блин, вообще. Я хотел на камень, ножницы, бумага договориться с ребятами, кто полезет доставать. Человек, решение мое, приматы. Быстро. И рубах это. Раз, раз, раз. Все. Все. Я в море. Мужский волк. Почему никто не среагировал так, как Свят, а? Потому что Свят самостоятельно. Потому что Свят среагировал. Ну, во-первых, я даже не увидел, что там... Ну, я бы не прыгнул. Я бы прыгнул, но просто я что-то вообще не понял. А вдруг бы я ударился? Почему он, а не я? У меня один ответ. Так сложились звезды. Свят, 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 свят. Я таки думаю, что это будет, я не знаю, может, побажание, какие-то завдания, какие-то новые конкурсы. Да, сто процентов свидания. Не, ну круто. Даже в самом тихом море можно найти остров, где таится бурное счастье. Рома, ты готов его найти? Рома? Я вообще, я реально опешил. Конечно, я согласен. Я даже не ожидал, что это будет со мной. Почему Рома? Я не согласен это объяснить. Ни-як. Это мог быть кто из нас. Сядь, хорош, для Ромки постарался, но ты круто прыгаешь. Спасибо, недаром тебе тренируешь. Молодец. Лихо получается, без испытаний. Ты пошел на свидание, ну пускай. Ромчик халявщик. Но если бы я был на его месте, я бы с удовольствием тоже был халявщиком. Короче, я нереально счастлив. Кайф. Я доволен. Ребятишки, как там бы ни было, чувак, удачи. Сиди вас на меня. Спасибо. Я вообще не понимаю, какого хрена Рома пошел на свидание. Мне кажется, Рома должен сидеть на палубе и сдвигать плоские шубчики. Это не лучше все получается. Сегодня мне бы хотелось выяснить отношения с Ромой, потому что, если честно, мне очень раздражает эта ситуация. То он какой-то показывает инициативу ко мне, то абсолютно игнорирует меня и уделяет время моей подруге Марине. Ты без ничего? Ты же в трусиках. Мужчина, он полигамник. А, то есть с этим нужно смириться, мне сейчас наберем. Это нужно принять. У тебя есть к этому человеку симпатия какая-то? Она для меня, ну, интересный человек, с которым, тем более, подруга твоя, да, там, через нее, там, что-то узнаем о тебе. А я? Если человек мне даст понятие, какой он со мной и что нечего бояться, не к чему ревновать, то это уйдет. Продолжение следует... Планирую, наконец-то, сделать свидание один на один. И то, какое место сегодня выбрано, оно вообще необычайное. Будут свечечки, два шезлонга. Будем сидеть вдвоем. Здравствуй, Снежана. Здравствуй, Рома. У тебя первое свидание индивидуальное? Первое. Тебя не смущает это? Меня это радует. Что для тебя чувство? Чувство, когда начинает сердце колотиться быстрее. Начинаешь черпать дыхание. Сегодня колотится сердце? Сегодня бьется целый день. На мой взгляд, человеку всегда нужно давать второй шанс. Поэтому я дала шанс вернуться Арсену. Я сейчас дам тебе возможность прийти на церемонию. И сейчас я хочу дать второй шанс Роме. После истории с Мариной, Алина в смятениях. Но я надеюсь, все можно исправить. Я считаю, что мужчина должен совершать поступки ради женщины. Я хочу помочь тебе. Мне очень хочется, чтобы ты стал героем. Для нее. У тебя есть шанс. И я бы не хотела, чтобы ты его потеряла. Это флешка. На ней записан просто великолепный фильм. И когда вы будете его смотреть, попробуй понять, что ты чувствуешь по отношению к ней. И будь честным. Я постараюсь. Мне кажется, что ее сердце сейчас настолько ранимо, открыто. Стремится к любви, к нежности, к взаимопониманию. Я понимаю, насколько ей сложно. То, что она не сходит с ума, это очень большой плюс. Мне хочется выключить тренера сегодня. Какого-то такого командира. Хочу даже посидеть. Хочется побыть вместе. Видела Рома, он так меня манил руками. Давай, давай, паркуйся. Вот сейчас. Легко. Как всегда. Я уже ждал, думаю, так, сейчас мы выйдем на берег. Скорее, скорее, я ее снова обниму. Мне приятно с ней обниматься. Приятно ее тело трогать, прикасаться. Ну, привет. Как тебе звучит? Здороваться. Сначала здороваться с обнимашками. Потом здороваться с поцелуями. Ты так совсем здороваешь? Нет. 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 Так, нет. Я волновался. То есть я ее встретил, я как маленький ребенок. Я вот, ну, что сделать, с чего начать нужно, она. А что тут сердце бьется? Твое или мое? У меня реально такого еще не было точно. Ну, в общем, ехала я не в очень хорошем настроении, поэтому даже как-то не задумывалась, что сегодня мне хотелось. Но это понял, но как-то так слово за слово, разговор пошел. Ну, красиво. Ой, извините, не право. Ничего, ничего. Можешь еще раз ударить, еще раз погладить, еще раз ударить, еще раз погладить. И зашлифовать. Ты скучился даже за нежность. Я больше даже не то, чтобы за нежность. Ну, если так говорю, одно из главных, то для меня это запах. И следующий момент очень главный и важный, ну, это вот губы. А вот если поцелуй и вкус губ не подходит, то все, можно вот так вот поставить крестик. А ты же не знаешь, вкусная губа. Когда у тебя был первый посылок? Мне в 15 раньше. По-моему, это было вот самым красивым мальчиком в норах. Мне было лет, наверное, 7-8. Прямо нет. Ну, как прям. Я очень искренне любила каждый раз. Ну, в детстве, когда в школе у меня там были какие-то романы за одной партой. Я сидела с мальчиком и переписывались там картинками разными, записочками. Мне казалось, что я так его люблю. Я приходила домой, рассказывала маме, что это мой будущий муж. У нас много детей. Если я видела мальчика, это обязательно был мой будущий муж. То есть у меня все раз и навсегда было. Каждая моя встреча в школе или в детском лагере. Это тоже мой жених. Это очень серьезно относилось к своим чувствам. У тебя есть рекорд по жабкам? Попробуем? Давай. Давай на желание тогда. Сразу на желание? Давай разгон. Давай разгон, конечно. Нет, давай на желание. Кто проиграл, тот раздевается. На ходу придумали, как обычно, правило. Один. Перья. Считаешь? Я таким ребенком себя уже давно не ощущал. Это настолько приятное и забытое чувство. И, может, такого никогда и не было у меня. Один, два, три, четыре. А, все, четыре. Ну и все, победа. Желание? Снимай. Да хорошо. Отвернись. В конце концов, ну что? Алина осталась раздетой, пора идти в море. И мы пошли купаться. Когда мы зашли в море, конечно же, я расслабилась. Наверное, два таких сильных фактора. Во-первых, в море, во-вторых, рома. Ну, может поднять мне настроение, как-то меня отвлечь от каких-то дурных мыслей. Ой, плавать с Алиной – это одно удовольствие. Такие легкие касания друг к другу. А там ногой, там рукой. И они такие ненавязчивые, в то же время желанные. Мы решили поплавать до первой звезды. Я уже, мне было уже холодно. Я уже пыталась выискать скорее эту звезду. Уже увидела, что я замерзла. Я нашел полотенце. Прижал к себе, так как родное, тепленькое. И мне в кайф было стоять. Просто стоять, смотреть на небо. Она, уткнувшись носом, просто грелась и стояла рядом. Такая холодная. Я удивилась себе, что подъезжая к берегу, я не заметила такой красоты. У меня есть похожая картинка на компьютере. Вот такая же на пляже, проектор. Вот мне хотелось такое свидание. Я думаю, настолько сработала визуализация у меня, что вот до сих пор эта картинка есть на компьютере и сейчас это со мной происходит. Пробираемся, пробираемся, пробираемся. Безумно красивая романтика. Мне кажется, это все такое хрупкое, что вот я дотронусь, оно все испарится, настолько оно красивое. Что за синяки? Я не знаю. Это вообще, это для меня очень нормально. Ну, а вообще у меня вот так вот, если сильно взять за бедро, у меня останется пятерняк. Синяк? Пятерняк. Кандидитная девчонка. Поэтому меня можно легко старать дома одну и уезжать в командировку. А потом исследовать мое тело. Командировку. Часто бываешь в командировке? Я часто. Не, не часто совсем. Я их сам себе делаю. У меня командировка, это если поехать на обучение, это командировка моя. Но я сам себе распределяю, когда я ехать хочу, куда ехать хочу. Мне это нравится. И с другой стороны, меня это очень отталкивает. Потому что вот человек ни к чему не привязан, ну, то есть он свободен и он радуется этой свободе. Меня так немножко это насторажит. Я себя так не распределяю. Ну, у меня короткие такие поездочки, сутки, двое. Обычно праздники. Все праздники. Вот это я помню. И что ты делаешь в своем день рождения? По-разному. Давай последнее. Я работала. Провела его на сцене. Позапросто день рождения девочки тоже устроили мне нереальный день рождения. А позапросто день рождения мы расходились с душем уже. Мы какое-то время, на протяжении полугода, мы перестали общаться. Как-то у нас ушла связь какая-то. И поняла, что стоп, что-то надо делать. И у меня был как раз день рождения. Я приехала домой, я влетела в квартиру. Начала на него кидаться. Говорю, Женя, привет. Я скучала. На что человек сделал. Привет. Чего ты приехала? Ну, вот такое. Не понимаю, что происходит, но чувствую, что что-то не так. Начинаю выводить его на разговор. Я смотрела в глаза человеку. И он просто был отуманен своим чувством. И причем это был интернет-роман. Я не знала, что с этим делать. Я смотрела на него и думала, господи, пожалуйста, вернись. Вернись. Вот вернись тот, которого я любила. Но он не возвращался. И мы развелись. Ты можешь отключить ум свой? Отключайся. Когда я к ней прикоснулся, я ее больше, по-моему, не отпускал за сегодняшний вечер. Сложно отключаться. Тебе не сложно? У меня вообще все сложно. У меня молодцы, все легко. Все время, пока жил дома, я рвался куда-то выехать. И отец там где-то пришел, он выпил. Это очень часто было. И когда отец с матерью, они ругались, я чуть ли не закрывал уши, находился на такой грани, что вот чуть ли не припрыгнуть с балкона и закончить жизнь своим самоубийством. Я не хочу, чтобы у меня так было. Я выкарабкаюсь из этого. Мне нужно себя от этого всего очистить и заново построить. Мы начинаем понимать друг друга, компенсируем с это время, с которым мы не общались, а вот изучали друг друга со стороны. Так кажется, со стороны, что все легко? Может, я виду не подаю? Может. Сто процентов. Все тяжело. И каждый шаг, каждый шаг тяжелый. Смотрели в глаза, друг друга рассматривали, еще раз рассматривали. Где-то натягивалась улыбка. Я надеюсь, и мне хочется тогда, чтобы она меня поцеловала. У нее появилась застенчивость, появилась такая вот. Она начала очень сильно стесняться. И это так было забавно. Что? Я люблю с тобой. Я хочу легкости сегодня. Когда я спокоен, я могу даже сидеть и мечтать. И человек может сидеть рядом с тобой, так же молчать и от этого кайфовать и балдеть. Вот этого мне хочется сегодня. Кайфовать. Самый сюрприз. Мы будем смотреть фильм на воде. То, что сейчас у нас появится на экране, я даже не знаю, какой может быть фильм, или это история, или это будет сюрпризом действительно для нас двоих. Я знаю, что волшебное оружие, которое я им сегодня подарила, оно разорвет их на части. Это дневник памяти. Это такой классный фильм. Боже, это кусочки из разных фильмов. Продолжение следует... Даже волны волнуются, видишь? Как я. Как ты. А ты чего волнуешься? Я. Ну, да. Ну, потому что я стесняться тебя начинаю. Очень такие моменты трогающие, да, задыш. Я начинаю бояться. Нет, бояться не нужно. Я же добрый. Меня боятся. Я знаю. Ей не нужны были миллионы поклонников, ей нужен был один. У нее был такой. Разве это не больше, чем получают многие? Я просто держал ее за руки и представил себе мир без нас. Каким бы бесполезным был бы этот мир. Она такая красивая. На нее невозможно наглядеться. Букетом рос к ней и говорил, что я все, я не могу дышать, я не могу жить, я хочу тебя видеть, я хочу. Немного, совсем немного. Меня эмоционально очень кружило, качало. Периодически я не могла с этим справиться. Я очень люблю внимание. Мне очень надо, чтобы вот я была одна для него. И чтобы он вдохновлялся мной. И чтобы он твой, вот родной, и он может тебя приласкать, обнять, любить. Очень хочется быть любимой.